В чем? Что героиня Максакова Людмилы Васильевны, которая является женой Маковецкого Сережи, застала Маковецкого со мной в объятиях. И она начинает изображать, что она сошла с ума. Приезжает тетка Клотильда полусумасшедшая, которая все время в воздухе что-то печатает. Тетя Людмилы Васильевны, чтобы вы понимали, насколько реалистический спектакль. Вот. И, значит, Афима играл психотерапевта, который приезжает лечить… Который тогда еще мог помочь Максаку. Вот. И, короче говоря, значит, сцена следующая. Я секретарь Маковецкого, секретарша. Значит, я, как вы, Леночка, в маленьком каком-то коротеньком, вся обтянутая. Еще тогда было, что обтягивать. И абсолютно голые ноги в сетку с розами у меня. И, что самое главное, наш прекрасный гример наклеил мне три вот такие ресницы на глаза. Вот так по три они были, вот такие огромные. И коротенький вот такой вот рыжий, ярко-почти красный парик вот с такими штуками. Ну, как панк. Панк. И она была такой панк. Значит, сцена заключалась в следующем. Значит, Фима говорил Маковецкому, вы должны сесть в ту позу, в которой вас застала ваша жена. Я должен понять, что с вами произошло с двумя. И он говорил мне… Садитесь. Садитесь. Значит, я садилась на стол, сзади меня садился Маковецкий, обхватывал меня ногами, брал меня за грудь и целовал меня в шею. Фима на все это, значит, очень внимательно с точки зрения доктора смотрел, потом говорит, так, уходите, я должен повторить эту мизансцену. И также садился Фимин, значит, персонаж, обнимал меня ногами, брал за грудь и целовал меня в шею. А на балконе стояла Рутберг, которая печатала, и ее заклинивало. Я садилась между седой парикой. Не понятно, но потом ты вставала и говорила… Сейчас я почему так долго рассказываю. И ее заклинивало героиню Юлькину, и она говорила, вон отсюда, меня выгоняла. Вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда. И ее заклинивало. Я говорю, да ладно, я сама уйду с этими ресницами. Короче говоря, я прихожу, а у меня тогда отросли волосики мои, значит, пушок мой отрос. Я прихожу, и Калявина пытается под парик их запихнуть, волосы, а они не запихиваются, парик крошечный. Она говорит, Маша, что нам делать? Я говорю, Оль, я не знаю, прости меня, но мне там надо досняться, я не могу… Она говорит, слушай, вот что мы сделаем. Я тебе сейчас выпущу волосы из-под парика, и вот такой вот штуковиной я тебе накрашу волосы. Я говорю, Оля, ты гений, отлично. И она начинает мне пшикать на мои волосы, я понимаю, что я сейчас умру. Я говорю, Оля, что это за запах? Она говорит, Маша, у меня испортилась эта штука. Она никого не красила. Она воняет тухлыми яйцами, сероводородом. Я, Оль, ты челкнулась. Я говорю, я уже не успею помыть башку. Я бегом, она говорит, блин, что нам делать? Я говорю, сейчас, подожди. И вдруг я вижу Серегу Маковецкой. Я говорю, Серый, иди сюда, бегом. Уже спектакль идет. Я во втором акте. Я говорю, и быстро ко мне. Чел, чел, значит. Я говорю, нюхай. Он говорит, твою же мать. Я говорю, Сережа, значит, я тебя прошу, будешь целовать в шею, не дышать. Найди Фиму, я тебя прошу, найди предупреди Шифрина. Чтоб Маковецкий Шифрина предупредил. Да никогда в жизни. Фиму ничего не подозревает. Мне говорят, так, уходите Маковецкому. Сейчас я повторю ваше. Я думаю, я потеряю сознание. Это была такая вонь. И садится Фима. Я в полную вину с Женого. А ты же так нюхаешь? Да я привыкну. Что я могу сказать? Она героиня. Своё не пахнет. И я смотрю, и я, значит, смотрю, и смотрю у Маковецкого такое счастье в глазах. Я думаю, сволочь, он его не предупредил. А я в зал, я ничего не могу сказать. И Фима сейчас мы с вами. И меня долго рассаживается, берёт меня между своих ног. Я вспомнил этот запах. Кладёт мне на грудь руки и делает... Ух ты! Маковецкий счастлив! Короче, мы рассаживаемся. Выходит наша, отыгрывает свою сцену. И её начинает клинить с балкона. И она говорит, вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда. И вдруг наш мимо Юльки в её сцену говорит, вонь отсюда. Вот она! Бестрастная репресса! Какое счастье, что не было Виктюка в зал. Как бы убил нас! И мы как начали ржать! И не можем остановиться! И такие шаги, помнишь? Сход Юльца, и потом крика за кулис. Вы не партнёры! Вы сволочи! После рекламы ещё больше сюрпризов для Ефима Шифрина. Оставайте с нами!